Мэйнкун и человек. Мэйнкун – поразительные кошки, крупные размеры, мягкий голос и дружелюбный характер не оставят равнодушным никого. Первые представители породы появились около 150 лет назад в североамериканском штате Мэн, за что кошки получили свое название. Статья подробно ответит на все популярные вопросы об этих удивительных животных, а также об особенностях и качествах позволяющих избежать ошибок при выборе котенка. История появления енотовых котов. Происхождение Мэйнкуннов окружено множеством мифов. А все благодаря большим габаритам кисточкам на ушах и интересному окрасу этих кошек. Фотография взрослого Мэйнкуна наиболее популярны три легенды. Один из прародителей Мэйнкунов – североамериканская рысь. Отсюда крупный размер кисточки на ушах. А некоторые уверены, что одним из предков породы является енот. От него животные якобы унаследовали шикарный хвост, уникальный окрас и название породы кун – енот в переводе с английского. Однако ученые генетики давно развели этот миф. Ни рыси, ни еноты не скрещиваются с кошками. После начала Великой Французской революции на исходе XVIII века королева Франции Мария Антуанетта планировала побег. В этом ей помогал верный слуга, Самуэль Клаа, он подготовил корабль и погрузил на него вещи и украшения королевы, а также ее любимых длинношерстных кошек. План побега провалился, капитан сбежал в Америку на том самом судне. Как итог, скрещивание любимцев королева с американскими короткошерстными кошками положило начало новой пародии – Мэйнку. Легенды гласят о капитане по прозвищу енот – большом любителе кошачьих. Его любовь к этим животным была настолько велика, что в каждое плавание с ним отправлялось не меньше десяти ангорских, персидских и других кошек. Капитан часто бывал у берегов Америки, где и пристраивал рождающихся во время путешествий котят. Так и появился на этом континенте новый вид – Мэйнкуна или енотовы коты. Мария Антуанетта была большой любительницей кошек, на самом деле представители породы относятся к кошкам-аборигенам, они обитают. На определенной территории в естественной среде появились в результате естественного отбора. Такие животные адаптированы к жизни в определенных климатических условиях. В этом и есть их главное отличие от пород, специально выведенных человеком – селекционных. Важно! Предки современных мэйнкунов разводились фермерами штата Мэн, отсюда первая часть названия породы исключительно ради истребления грызунов. Благодаря суровому климату территории обитания, со временем животные обзавелись шерстью, не пропускающей холод и сырость. Обилие деревьев постепенно сделало енотовых котов отменными древолазами, а благодаря широким лапам они могли беспрепятственно передвигаться по сугробам. Чтобы уберечь уши от обморожения природы наградила мэйнкунов их знаменитыми рысьими кисточками. Котенок мэйнкуна тоже выделяется на фоне других котят особенностей породы. Мэйнкуны человек прекрасно сосуществуют, ведь у этих котиков дружелюбный характер. Помимо этого они отличаются преданностью хозяину и обожают детей. Человек, решивший завести енотову кошку, должен понимать, что это крупное и физически активное животное, поэтому ему нужен простор для игр. Что касается интеллекта, то тут мэйнкуны значительно опережают своих менее крупных собратьев, они умны, наблюдательны, способны запоминать. Некоторое количество команд и слов понимают жесты и мимику человека. Куны не мяукают, как обычные кошки, а обладают приятным мелодичным голосом. Еще одна особенность этих кошек – спокойная реакция на поводок, шлейку или ошейник, они с удовольствием гуляют с хозяином, не убегают и не вырываются. Где бы ни содержался мэйнкун, в квартире или частном доме, он обязательно найдет себе любимый уголок, где будет чувствовать себя уютно. Незнакомым людям енотовые коты, начиная доверять не сразу, их доверие нужно заслужить хорошим отношением и лаской. Мэйны прекрасные няньки и обожают детей. В то же время они наделены исключительно махотничьим инстинктом и лучше всех ловят мышей. Интересно, представители породы всегда стараются быть рядом с хозяином. Однако они не любят сидеть на руках, предпочитая лежать у ног владельца или просто находиться поблизости. Мэйнкуны очень привязаны к хозяину, популярность мэйнкунов растет с каждым годом, а фото буквально заполонили интернет. Причин для этого несколько – малочисленность породы, дороговизна котят, огромные размеры, покладистый характер и множество слухов о происхождении породы. Продолжительность жизни представителей породы в домашних условиях. Сколько живут мэйнкуны в большей степени зависит от трех факторов – условия содержания, общее состояние здоровья животного, адекватный уход. Эти факторы определяют продолжительность жизни не только енотовых, но и всех остальных кошек. Бытует мнение, что мэйнкун живет не больше 5-6 лет, но это заблуждение. На самом деле по достижении этого возраста животных выводят из разведения не более. При этом коты кастраты и стерилизованные кошечки живут столько же, сколько их не кастрированные собратья. Внимание! Частые болезни и загадочные наследственные недуги мэйнкунов – очередная бойка. Крупные размеры животных также никак не влияют на то, сколько проживет питомец. Реальные факты таковы, при правильном уходе и своевременной помощи в случае заболевания кошки живут в среднем 14-16 лет, коты – 12-15 лет. Под адекватным уходом подразумевается ряд мероприятий, профилактика и раннее лечение заболеваний суставов от сердечно-сосудистой системы. Таким болезням мэйнкуны действительно подвержены систематические осмотры у ветеринара и прививки. Питание – бюджетный корм не подойдет, есть питомец должен исключительно корма премиум класса. Пища – со своего стола – исключается. Для профилактики ожирения, гиподинамии и проблем с суставами, мэйнкунам показана двигательная активность, они должны много бегать, играть, охотиться. Для этого рекомендуется найти уголок в помещении, где можно установить базу с когтеточкой, лесенками и различными полочками. Тщательный уход за ушами, глазами, зубами, когтями и шерстью. Правильный уход за питомцем – залог его здоровья и долголетия. В силу природного любопытства куны могут проглотить травмоопасный предмет или отравиться. Поэтому любимца лучше не оставлять одного надолго, а комната, где чаще всего находится питомец, должна быть максимально безопасна. Катрикорцмены. Мейны довольно продолжительное время занимали почетное первое место среди самых крупных кошек в мире, взрослое животное достигало веса 10 килограмм. Самый большой мэйнкун в мире – стюи. Проживает он в американском городке Рина, штат Невада. Стюй занесен в книгу рекордов Гиннесса. Его длина от кончика носа до кубчика – 123 сантиметра. Его хозяйка, Рубин Хиндриксон, подала заявку на регистрацию рекорда в 2010 году из-за того, что всех ее друзей и знакомых постоянно поражал крупный размер ее пятилетнего питомца. Несмотря на внушительные габариты по описанию владелицы, стюй невероятно нежный и любвеобильный котик. На фотографии видно, насколько стюй огромен мэйнкун и другие питомцы. Куны – едва ли не самая дружелюбная и добродушная порода кошек, поэтому мнение, что они не уживутся с собакой в корне ошибочно. Все же, желательно, чтобы животные были одного возраста. Если же котенок и щенок растут вместе, можно быть уверенным, что они вырастут неразлучными друзьями. Если же мэйнкун уже живет в доме, где собираются завести собаку, то лучше брать щенка в возрасте от 1 до 3 месяцев. Знакомство питомцев должно проходить под присмотром владельца. Но не стоит подталкивать животных друг к другу, они должны сами познакомиться и подружиться. Внимание! Мэйнкуны очень дружелюбны и редко становятся инициаторами драки. Собаки для них отличные друзья. Животные даже могут спать вместе, особенно в холодное время года. Что касается других кошек, то природное дружелюбие и обаяние позволяет мэйнкунам мирно сосуществовать с ними вне зависимости от породы и размеров. Но вот хомячков, попугайчиков, рыбок и других мелких питомцев лучше держать подальше от кунов, все такие они хищники. Кун и пес могут стать настоящими друзьями. Главное отличие мэйнкуна от обычного котенка. В маленьком возрасте отличать котенка мэйн от метиса или беспородного животного непросто. Подчас на это способен только опытный заводчик. Он же может помочь выбрать лучшего представителя породы. Неопытному любителю кошек желательно приобретать котенка не младше 12 недель. К этому времени у него уже появляются визитные карточки породы, кисточки на ушках, шерстка между пальцев, оформляется своеобразная мордочка. Шесть признаков, которые подскажут, как отличить котенка мэйнкуна от обычного при рождении куны крупнее своих беспородных собратьев. Их вес около 100-150 грамм, в то время как вес обычных котят 80-100 грамм. Малыши куны развиваются активнее, они смышленые и крепче остальных. Глазки у них открываются раньше. К трехмесячному возрасту мэйна весит уже 2-2,5 килограмма. Беспородные 1-1,5 килограмма. У породистых котиков шерстка с рождения более пушистая и густая. Тело сложения должно быть крепким, головка массивная. В сравнении с беспородными животными, хвост мэйнкуна утолщен, лапки крупные. Для справки, главная гарантия, что приобретаемый питомец не безродный, конечно, родословная. В этом документе перечисляются все его предки до четвертого колена. Породистый котенок основы воспитания мэйнкуна. Кошки – своенравные и свободолюбивые животные. Именно поэтому принято полагать, что их воспитание – бесполезная трата времени и сил. Возможно, это мнение отчасти и верно, но не в отношении мэйнкунов. Их воспитывать достаточно просто. Воспитательный процесс нужно начинать с раннего возраста. Как правило, к моменту продажи котят заводчики успевают приучить их когтеточки и лотку. Мэйнкуны, как и все кошки, не нуждаются в ожеке, поэтому беспрекословного выполнения команд об них ждать не нужно. В то же время эти питомцы общительны и хорошо чувствуют себя рядом с людьми. К непослушанию и истерикам коны не склонны. Они не злопамятны и не мстительны, как например, сиамские кошки. Мэйны хорошо подаются воспитанию методом поощрения и запрета. В силу природной сообразительности они быстро понимают, что можно, а что нельзя. Важно, ни в коем случае нельзя наказывать питомца за дурное поведение с помощью физического воздействия. Даже шлепок исключается. Единственный допустимый метод наказания за плохое поведение – пульверизатор с водой комнатной температуры. Можно пойти другим путем и из негатива получить в итоге положительный эффект. Например, если любимец позволяет себе залазить на стол, можно положить на скатерть полосы скотча липкой лентой вверх. Это должно быстро отучить любопытного куна лазить туда, куда не следует. А чтобы защитить стулья, занавески и обои, можно использовать цитрусовые ароматизаторы. Для человека они нейтральны, а вот котикам не по душе. Порой, своевременно неубранный или находящийся на виду у всех лоток, может спровоцировать питомца искать более укромный и чистый уголок, чтобы справить с нужду. Поэтому всегда чистый лоток – обязательное условие комфортного сосуществования человека и кота. Величественный представитель породы мейнкун – уникальное животное, не похожее ни на одно другое. Вплоть до трех лет они могут вести себя как котята, но при этом до этого возраста их можно и нужно хорошо воспитать. Такой большой, теплый и благородный любимец будет долгие годы радовать своего счастливого владельца. Однако, решившийся завести такого питомца, должен предусмотреть все – от организации базы для игр до подбора лотка и наполнителя. К тому же, слепует учесть, что мейнкун требует очень много внимания, заботы и финансовых вложений.